Ну и мы спросили у тех, по кому это повышение ударит прежде всего? Учителей, пенсионеров и врачей. А вот как им удается выживать при нынешней квартплате? Ну и каким образом они планируют жить после 1 апреля? Дня смеха, когда совсем не смешно станет. Газ золотый. Влитку будет газ 7-18. А чи кто-то пораховал, чи можуть оплатить пенсионеры, бюджетники, оці тарифы? Я працюю в специальной школе-интернат для детей с особливыми потребами. 42 года. Посадовый вклад – 2560 гривен. Но там есть надбавки. Электрика, телефон, это опаление. 1000 гривен виходит. А если это увеличится в 2,5 раза? 2,5 тысячи. Чему бедные пенсионеры, вчители, все бюджетники должны покрывать дефицит бюджета? А где наши олігархи? А почему они не платят от их рент, податки? Хо бы это справедливо? Живем с семьей. Я муж и ребенок. Я в декретном отпуске. Получаю декретных 130 гривен. То есть, что можно купить на эти деньги? Подогреть молоко, подогреть какие-то ему продукты – это опять-таки все электроэнергия, потому что это микроволновка. Плюс стиральная машина, плюс холодильник, который постоянно включен. Зима-лето ему, без разницы. Ну, свет, телевизор. По 3 тысячи мы платили где-то за коммунальное. Вот когда был большой расход электроэнергии. Это золотая вода. То есть, открываешь кран горячей воды, и вода, она же не горячая. Она прохладная. И вот сейчас она еще еле-еле теплая. То есть, пока она сбежит, а счетчик уже считают. Пока выкручиваемся. Как будет дальше? С 1 апреля. Да, это первоапрельская шутка. Мне 83 года. 48 лет я на страну проработала. Инвалид второй группы по зору и общего заболевания. Что-то получаете за это? Нет. Я получаю только твою свою трудовую пенсию, и все. Мы, получается, выброшены на свалку. Как можно прожить? У меня тысячу... Я участник войны, и у меня 1500 гривен пенсия. Вот я заплатила 220 за коммуналку, 50 за телевизор, 22 за телефон, 30 с чем-то надо заплатить за домофон. Вот это, получается, больше 300 с лишним рублей. А теперь, если увеличивается... Мне сказали, говорят, 3 рублей 700 будете платить. Так извините, как я буду на 700 гривен дальше жить? Я собралась отправить нашему правительству запрос. Почему я должна платить 15-17% от своей пенсии? Когда раньше было 10%. Богатенькие пусть платят. У них по несколько квартир. Почему должны за счет пенсионеров? За счет бедного населения. Все это делают эти реформы. Берут с них, сдирают последнюю шкуру. А себя они, милых и ласковых, не трогают. Хлеб 10 рублей этот украинский. Обдираловка. Они забрали у нас 10% за лекарства. Нам лекарства не дают с прошлого года. Лекарства почему-то дорогие. Почему они дорогие? Извините, пожалуйста. Или ты ходишь, корчешься от боли, или ты сидишь на овсянке. Да и овсянка теперь уже стоит 400 грамм 15 рублей. Этот наш яйценюк говорит, что он пошел, как он себя назвал, самураем? Камикадзе. Камикадзе. Так надо было ему и уйти, раз он не справился за полгода, ничего не сделал. И ушел бы, и как камикадзе. 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 Камикадзе.